Картинки с пальцем и картинки без заполонили Казнет после того, как повладарец канат Шалахаев за демонстрацию среднего пальца получил пять суток ареста. Шалахаев непристойным жестом проводил правительственный кортеж председателя Сената парламента Кайрата Мами. Впрочем, молодой человек даже не знал, кого везут в ВИП-автомобили. Зато знали полицейские, которые арестовали каната за непристойный жест. Он свои действия объяснил необдуманные действия, а кто проезжал, этому не знал. По становлению суда правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 ст. 330 КОАП с назначением наказания в виде ареста сроком на пять суток. 10 января Кайрат Мами прибыл в Павлодар с рабочим визитом и важной правительственной миссией. Как сказано на сайте Сената парламента, Мами на встрече с активом области уделил внимание стратегии 2050 и обсудил итоги досрочного выполнения стратегии 2030. Этот визит может так и остался бы событием в масштабах Павлодарского Акимата, но бдительность местных полицейских придала ему и другое значение, и виртуальный масштаб. Новость об арестованном Павлодарце быстро облетела социальные сети, и средний палец возымел мультипликационный эффект. По словам адвоката Виктории Тюленевой, решение об аресте в отношении Каната Шалахаева неправомерно. Поднятый вверх палец нельзя квалифицировать как преступление. Я совершенно не понимаю, каким образом сначала те, кто возбудил дело, потом суд, установили, что этот парень адресовал свой оскорбительный жест именно председателю Сената. А может быть это был водитель, а может быть это был охранник, а может быть это был дорожный полицейский. Как это было установлено? На мой взгляд не было установлено ничего. Это другая история из пальца. На кадрах почти пятилетней давности алматинец Тахиржан Ахметов режет себе палец. Таким образом предприниматель выражал свой протест против несправедливого решения казахстанского суда. У Ахметова отсудили бизнес недобросовестные партнеры. На акт членовредительства Ахметов пригласил журналистов и при них же отрезал себе палец. Нужно наконец бороться. Настало время, в котором мы не должны так вот тихо умирать, бомжами становиться, бесправными. Кровавая акция тогда ничего не изменила в судебной тяжбе Ахметова. Он даже собирался отрезать себе второй палец. И только после этого чиновники обратили внимание на его дело. Возможно, социальные сети еще не были так развиты в 2008-м. Но стоит отметить, что сейчас хулиганский жест, вскинутый средний палец вверх, получил большую огласку и внимание, чем отрезанный палец тогда. Тем, кто в бунтах с протестами шарит, вывод ясен. В подобной войне, чем нас больше себя порешает, тем правительству легче вдвойне. Раз целее в бою руки-ноги, то сподручнее идти на врага. Ибо те, кто Винцент и Ван Гоги, не наносят агашкам вреда. Поэт Ербол Жумагулов на акцию по отрезанию пальца тогда отозвался стихами, отметив, романтично по замыслу поза, но по части итога плоха. Поступок повладарца Каната Шалахаева не вдохновил поэта даже на написание стихов. Средний палец Жумагулов, так же как и отечественная фемида, квалифицирует как хулиганский поступок. Он получил пять суток. Если бы, я думаю, показал по локоть, получил бы десять суток. Если бы по плечу, то пятнадцать. А пятнадцать – это ровно столько, сколько за выход на митинг. Ты лучше выйди мирно, мирно, законным путем пытайся отстаивать свои права, чтобы никто у нас в стране не показывал друг другу жесты неприличные, которые еще и неприличные в Америке, и залезли нам в голову из голливудских фильмов. Вот. Теперь каждому казахстанцу, каждому казаху нужно держать пальцы именно в таком состоянии. Привет от художника Ибрагимова. Художник Канат Ибрагимов известен своими перформансами. Он рубил петуха и голову рыбе. И несколько раз был замечен в эпатажной демонстрации частей тела. Ибрагимов твердо уверен, что выражение личного мнения и чувств не является преступлением или правонарушением, а потому в поступке своего тезки из Павлодара не видит ничего криминального. Художник даже предполагает, что Павлодарец, сам того не осознавая, выразил усталость всех казахстанцев. В наше время, 13-й год, январь, Казахстан может загреметь за что угодно. Как судьи обращаются с законом, и как наши правоохранительные органы бредут правопорядок в Казахстане, мы все это хорошо знаем. Любые нормы, юридические, политические, любые права человека, все нарушено уже, абсолютно. То есть не осталось ни одной вменяемой статьи, которую бы не нарушили наши казахстанские суды, правоохранительные органы, в том числе и власть. Передаем купеты мусорам и ментам, Средний палец вверх прокурорам и судам, Поливным погонам, Средний палец вверх грешникам в законе, Средний палец вверх. Октауские рэперы средним пальцем раскидываются направо и налево. Песня была выложена в сеть еще год назад. И вот теперь, в контексте инцидента с председателем Сената, суровый октауский рэп получил новое звучание. Видимо, ситуация дозрела. Правда, пока только в онлайне. Выйдя в оффлайне на свободу, Канад Шалахаев после пяти суток ареста быстро убежал от телекамер. Свобода в Казахстане пока только виртуальное понятие. Оскар Газизов, Рустам Сырымов. Программа «Власть КИЗ».